Доброе утро! В Ханты-Мансийске пройдет пикник ХМ. Популярное летнее событие состоится 20 июля на Иртышской набережной. Подробнее о том, чем будет насыщена программа, нам расскажет организатор фестиваля Валентина Киселева. Валентина, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Валя, есть ли какая-то тематика у фестиваля в этом году и чему он посвящен? В этом году мы решили посвятить, как ни странно, семье. Ну, год семьи, все правильно. И пикник, это такая большая семья уже сложилась, и весь город приходит на пикник. И мы решили тоже поддержать эту тему. Ну вот, если говорить как раз-таки о программе, фестиваль события традиционная, и, как мы выяснили, в этом году семейная, чем будет насыщена программа, чем порадуете посетителей? У нас, как всегда, запланировано несколько тематических площадок. Это спорт, детская сцена, фудкорт, аллея мастеров, то есть арт-площадка. Все площадки будут насыщены различными мастер-классами. То есть у нас сейчас идет прием заявок от участников, и он продлится до конца июня. И на сегодняшний день уже поступила 101 заявка. Вот в пятницу я выгружала заявки. Вот интересно, всем ли удастся разместиться? Всем ли хватит места на набережной? Ну, поле достаточно большое, желающих каждым годом все больше и больше, но тем не менее, всех увезти мы. Причем здесь важно отметить, что желающие не только с Ханты-Мансийска, больше того, не только с Огруга, но еще и из других областей, правильно? Да, у нас были участники с соседних регионов, это с Ямала, с Тюмени, с Екатеринбурга. Ну и наши окружные участники тоже приезжают, то есть Нягань, Сургут, Нижневартовск, Нефтьюганск. Но в этом году преимущественно с округа будут мастера съезжаться? Мастера, я, если честно, не смотрела по городу, какие города у нас, а так у нас сцена запланирована, да, у нас в этом году будет поддержка от фонда развития Югры, они сцену поддержат и фудкорт. Вот, и мы сделали упор на местных, локальных исполнителей, то есть это Нижневартовск, Нягань, Сургут, ну и наши, конечно же, артисты. Каким образом ремесленники, желающие представить свою продукцию, да, могут поучаствовать? Вот ты сказала, что выгружала заявки, да? Если кто-то вдруг не знает, как можно поучаствовать? В группе Пикника, ВКонтакте, можно просто набрать в поисковике в любом браузере Пикник.хм, он сразу переведет на группу, там есть заявка, ее заполняем. И в этом году аллею мастеров у нас застраивает фонд «Мой бизнес», и мастерам нужно обязательно вступить в реестр креативных предпринимателей, чтобы попасть к нам на участие. То есть, ну, такое вот условие небольшое в этом году. А с мастеров что? Только желание и продукция? Ну, они реализуют свою продукцию, и традиционно 15% выручки от мастеров мы передаем на благотворительность. То есть, за 7 лет мы помогли 9 ребятам. Это из Ханты-Мансийска? Из Ханты-Мансийска, да. О какой именно помощи идет речь? Тут в лекарства, в реабилитационные какие-то? Кому-то мы передаем просто средства, чтобы они там покупали расходные какие-то материалы, покупали коляски, велосипеды, то есть по необходимости, по запросу. Валь, что преимущественно представляют мастера и ремесленники на фестивале? Вот я как раз хотел спросить, да, есть ли какой-то спрос на какую-то отдельную категорию товаров? Ну, это все, что сделано своими руками, все, что произведено здесь. Вообще, изначально аллея мастеров задумывалась, женщины сидят дома в декрете. Кто-то вяжет, кто-то шьет, да? Кто-то шьет, и аллея мастеров у нас разрослась уже в какой-то самостоятельный проект, который уже много где участвует, то есть есть различные маркеты. Но изначально вот это вот так вот задумывалось, и сейчас поддерживаем, конечно, мастеров локальных брендов, то есть это те, кто шьет какую-то местную одежду, какую-то атрибутику, сувениры, елочные игрушки делают. А вот по поводу организации непосредственно точки торговой, ну, торговой, да, скажем так, они привозят с собой и палатку, и стол, да, например? Нет, я говорю, что с мастеров интересно. Да, мой бизнес, они в этом году делают полностью палаточный городок красивый, то есть у нас будет все в едином стиле, и столы и стулья мы предоставляем. Так, еще один интересный момент. Какая-то вот торжественная, праздничная часть предусмотрена? Может быть, какие-то группы музыкальные будут выступать, как в прошлом году? Ну, коллективы местные, кружные коллективы будут выступать. Конечно, сцена, она будет работать вот с 12 до 6 вечера у нас заявлено. Ну и помимо этого мы хотим сделать конкурс, который мы два года не проводили, пикник на пикнике. Это когда перед сценой семьи расстилают свой собственный пикник и хотим... И угощают всех желающих. Вот мы так любим, мы так любим. Мы туда и пошли. Валь, очень важный момент. Погода. Но мы будем надеяться, мы будем держать пальцы, потому что Марина уже собрала корзинку с пикником. Может как-то повлиять или все-таки... Ну, если мы всем городом пошлем мысли в небеса, мы тут и разведем руками. Поэтому все в порядке. Это лотерея, то есть это фортуна. Все будет хорошо, мы уверены. Мы уверены, что это будет. Итак, 20 июля. 20 июля, Иртышская набережная традиционно. В 12 с начала, но в 8 часов там у нас еще параллельно будут идти же X-Waters. То есть у пловцов начинаются мероприятия в 8 часов. Ну, в общем, вся программа на сайте фестиваля. В общем, как проснулись, можно уже. Можно приходить. Иртышу добираться, если что, на фестивале. Спасибо большое, Валь. Спасибо, Валь. Хорошего дня. Увидимся когда-нибудь. Увидимся на пикнике. Да, на пикнике. Друзья, с гостем прощаемся. Вам говорим, вернемся буквально через 2 минутки. Не убегайте и не уплывайте.